всем привет друзья я сегодня хочу для вас снять немножко необычное видео я знаю что многие просят меня давать больше информации о жизни в англии и может быть мои какие-то рассуждения для вас не очень уже актуальны и интересны все таки интересно наверное послушать еще каких-то людей которые тоже здесь живут в англии которые переехали из украины из россии ну из и в сбывших республик ссср и вот я хочу сегодня показать вам может быть вы знаете не очень такое уж прям шикарное интервью но тут получилось так что оля она как-то не была склонна вообще давать какое-то интервью я ее уговорила поэтому давайте мы послушаем что у нас получилось из этого и потом я вам дам свои комментарии хочу сразу вас предупредить то что я просила олю конечно чтобы она была на экране но она никак не захотела соглашаться ни в какую на экране быть она не согласилась поэтому мне пришлось снимать это видео и делать интервью просто за кадром как говорится ну давайте мы с вами посмотрим что у меня получилось и дальше поговорим об этом оленька сколько ты живешь 30 лет живет человек 30 лет живет человек но воля немножко меня помоложе она еще работает мы с ней точно так же не она ни я не имеем никакой пенсии здесь пока воля ты где работаешь работала 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 в школе работала расскажи пожалуйста как ты здесь что если хочешь конечно оля не хочет показываться она очень скромная но я за кадром она она держит камеру у нее ближе микрофон поэтому может быть она что-то о себе все-таки расскажет оленька расскажи пожалуйста свои впечатления о банке смотря с какой стороны смотреть на любой страны туриста жители ну как ты 30 лет здесь живешь вот что ты думаешь об этой стране вот немножко хотя бы есть вот такая страна чудес но здесь спокойнее чем в других местах здесь платишь за покой все-таки спокойнее все больше под контролем за это и платишь за эту жизнь за то что дороги хорошие на машину сел поехал дороги шикарные парки чистые никто посреди парка не может никакой новой или старой русский построить себе виллу здесь это большим контролем так что никто не может быть выпечется так другой стороны за это и плачешь за тишину покой и за общее удобство а личная жизнь она может сложиться по разному и за общественные услуги они для меня очень важны вот как я перечислила шикарные дороги ездить куда хочешь ну спокойно здесь да спокойно здесь всегда было спокойно здесь но ты ведь раньше не только на Узбраве жила ты же жила еще где-то расскажи там лучше было или как но я в Киеве жила я киевлянка ну ты сама Киевле да 30 лет назад ты приехала из Киева но я еще в Африке тоже жила пару лет 4 4 с половиной года почти 5 лет в Африке жила но это уже другая история там родила своих детей или как нет там у меня дочка родилась а сын родился в Англии в Англии? в Англии в Англии да уже когда ты приехала? да то есть ему получается меньше 30 лет? сыну 28 лет ага 28 лет так и ты приехала была замужем? да была замужем но и сейчас я не замужем расскажи расскажи немножко о чем почему развелитесь что случилось кто у тебя был муж? англичанин? нет первый муж был африканец в котором в Африке жила? да второй муж я развелась с тем тоже был африканец афроамерикан с корнями из Америки вот а один муж был из Киева три мужа тоже со всеми разведены первый из Киева был? нет первый из Африки второй из Африки вот так вот такой загогулина загогулина ахахахахахахаха да кто сегодня перескажет тут фильмы можно сериалы снимать да ну и там ты жила где? в каком месте? в Англии в Англии как-то приехала? в Англии я жила в Лондоне всегда в самом Лондоне да всегда в Лондоне жила а там у тебя работа была что там расскажи чем там лучше хуже в 25 лет в школе проработала в кем ты работала? в Мурз работе музыкант да музыкант преподаватель музыкант хор на фортепиано да хор они гимны любили петь потому что это религиозная школа будет аккомпанировать пение хор классы твоя английская ну был достаточный для работы в школе то есть он тебе не мешал а акцент не мешал потому что музыка есть музыка музыка есть музыка на что не влияло я ж не литературу преподавала для детей акцент не влияет на детей дети вообще никогда не спрашивали откуда я потому что это дети спрашивают только взрослые в аюфром у них нет никаких расовых проблем? нету детей нет да двадцать пять лет в школе отработала и чего почему ты переехала сюда на Уфру Квай? ну дело в том что это уже давняя история это уже все сюда переехала потому что у меня здесь была дача двадцать пять лет у меня квартира была здесь маленькая квартира мы сюда всегда приезжали на каникул все каникулы я в школе работала было много каникул я с детьми и с пожилой мамой всегда всегда к маме ты тоже перевезла с мамы? она приехала она вдова она жила одна я ее забрал она у меня прожила вся твоя семья здесь? да мама прожила с нами где-то шестнадцать лет когда у меня жила она умерла кстати на острове похоронена на острове здесь на острове да недалеко от острове почему почему говоришь переехала? я в кадр сменила расскажи почему переехала? потому что после двадцати пятилетнего стажа здесь берут и увольняют людей просто так называются реданданси делают иди куда хочешь увольняют и все говорят уходи ну в смысле в связи с возрастом или почему что это такое? а как переводится? реданданси я не знаю реданданси увольнение 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 я знаю ее fire говорят увольнение fire это когда ты плохо что-то сделал это fire а вот реданданси это сокращение у нас как бы да? это сокращение сокращают единицы не знаю чем они сейчас там занимаются в школе то ли кассеты играют то ли на гитаре кто-то обрынькает а я профессионально там работала от таких людей они постепенно избавляются ты потеряла работу? я потеряла по 25 лет ну жалостно увольняют и все и не только меня там у меня дочь до 25 лет была уволена три раза после с университетским образованием работала в больших компаниях тоже здесь в ванной? и в молодом возрасте увольняют в любом возрасте молодых специалистов я еще в школе подлежалась 25 лет проработала с дремя три директора было три директора представляете сколько секретарей было сколько классных руководителей сколько помощников ну ты потеряла работу и с кем-то же хочется там тоже поругаться со мной ну и не удавалось я вот подлежала 25 лет и тебе из-за того что ты потеряла работу пришлось переехать на острове? я все продала в Лондоне переехала на острове так как я все знала на острове все мне здесь знакомо близко вот я посмотрела места на море недалеко от Лондона но я не решила все таки я решила приехать на острове так как место для меня родное стало и на острове ты уже живешь сколько лет? постоянно пять лет а на каникулы мы приезжали в течении двадцати лет ну ну вот такое у меня интервью для вас я не знаю друзья понравилось ли вам не понравилось скажите мне пожалуйста я хочу услышать ваши отзывы и комментарии по этому поводу стоит ли мне брать интервью у людей которые здесь живут в Англии что они думают об Англии может быть для вас это более интересно ну я думаю что те кто смотрит частенько мои видео те знают что я Олю показывала мы с ней часто гуляем у нее две собачки собачки самоед по моему называется беленькие такие вот рози сейчас осталась а старшая собачка сестра этой рози она к сожалению погибла но она уже от старости просто умерла вот а еще у Оли три кошки также она здесь живет как вы поняли на острове уже больше пяти лет она живет в Шанклине у нее своя маленькая квартирка в Шанклине ну вот она не хочет особенно про себя рассказывать что у нее случилось как так получилось что она переехала из Лондона потому что она конечно же заработала хорошие деньги в Лондоне у нее был просто огромный дом ну не в самом Лондоне а в пригороде Лондона но получилось так что она его потеряла она об этом рассказывать абсолютно не хочет отказалась ну ее можно понять там проблема связана была с детьми с ее поэтому как говорится вот то что она рассказала то мы и услышали вот я Олю знаю тоже уже в течение четырех лет наверное и еще когда мой муж умер она мне немножко помогала когда я искала свою квартиру ну и вот так мы продолжаем с тех пор и общаться русскоговорящих здесь много как я вам рассказывала у меня много знакомых русскоговорящих друзей и вот одна из них это Оля Оля киевлянка но уже больше 35 лет как уехала из Украины из Киева если вам интересно друзья пожалуйста ставьте пальчик вверх я буду очень этому рада ну и на этом я думаю сегодня моё интервью для вас заканчивается если у вас есть какие то вопросы если вы хотите что то узнать или уточнить пожалуйста пишите я всегда на связи ну для того может быть чтобы было более понятно я хочу сказать что я также на экране вам показываю мои прогулки в Портсмассе это вот когда я приезжала искала летом квартиру себе в Портсмассе я снимала там очень много некоторые не вошли мои съемки поэтому вот я их здесь вам сегодня и показываю это в Портсмассе на набережной очень красивый детский парк вот так друзья на сегодня я с вами прощаюсь всего вам доброго берегите себя пока пока